Внимание! Данный обзор не предназначен лицам младше 21 года. Людям со слабой психикой, а также не рекомендуется беременным женщинам и трезвым людям без мазохистических наклонностей. Я делал много обзоров на паршивое и откровенно ужасное кино. Зомби каникулов 3D, Кавказская пленница 2, Большая ржака, наша версия фильма Начало, Территория Джа. И раз вы захотели посмотреть обзор «Испанского стыда», почему бы не продолжить этот список сразу тремя фильмами, которые ломают психику? Стоять! Первый фильм называется «Только не они». И вы только посмотрите на эти титры. А как же воровская честь? На самом деле, так авторы пародируют и высмеивают супергеройское кино. И за шесть лет производства таких приколов у них должно было накопиться прилично. Да еще есть поддержка государства. А общий бюджет фильма составил 3 миллиона 600 тысяч долларов. Ну а перед началом фильма зияет логотип студии Федора Бондарчука. Да что может пойти не так? Питекай ты, неразумнее. Особенностью фильма является то, что у героев нет имен. У них есть клички. И первый из них – мажор. Исферия! Где движок? Это немецкий спорткар. Напридумывали там у себя. В Немеции. В Немеции. Помните своего одноклассника, за которого всегда было стыдно? Так вот он снял собственный фильм. Далее – неудачница. Быдло баба-гоп, которое даже в сравнении с отсталой игрой остальных актеров способно удивить. Сегодня вечером туса. Вход 500 рублей. Еб твою мать, на что мы тратим наши жизни? Мне кажется, если на нее в лесу нападет хищник, увидев такой отыгрыш, он скажет «Ну нахер». И убежит, роняя кал. Гонишь? Мой батя-бабос и лопатой гребет. Но знаешь, какая тачка? Не удивляйтесь, что хищник вдруг заговорит, увидев такое днище, и дерево бы возмутилось, если бы оно не было персонажем этого фильма. В образе математика-ботана. Вероятность наступления конца света этой ночью, ну, наверное, один к миллиону. А шанс, что я познакомлюсь с умной, симпатичной девушкой один к тысяче? А каков, блядь, шанс, что я посмотрю нормальную российскую комедию? Хотя, может быть, авторы проработали образ и не остановились на показе тупо стереотипа? Ведь есть примеры, клуб-завтрак, или лишенный социальных навыков, но при этом умный Шелдон из «Теории Большого Взрыва». Не могут же авторы считать за смешное? Сам факт, что парню не дают. Че, мне реально перепадет? Да перепадет, перепадет. Могут, не дают. Ха-ха! Сушняк простой. Шутки смешные. Ситуация страшная. Также в фильме присутствует персонаж стерва с непреодолимым желанием раздеться. И еще один стереотип, догадайтесь какой. Синька делает трусливых людей смелыми. Страшных женщин красивыми, а красивых доступными. Стереотип Джека Воробья? Я! Я! Рокер! Все нормально, Хэтфилд. Это не рокер. Это говнарь ебучий. Закон исполнять заставляют менты. На все это смело закрыть. Нужно сутран! Синьки купить! А-а-а! А-а-а! Молодец, давай! Синьки купить! Авторы будто поднялись на ступеньку, ведущую к шутке. После чего обосрались и прыгнули в подвал, где им и выдали 3,5 миллиона долларов бюджета. То есть смотрите, это женское тело, смейтесь. Блядь, даже наша Рэша пыталась ставить подобных персонажей в определенной ситуации, которые по задумке должны были вызывать смех. Они просто показывали сиськи в ожидании того же самого. И да, та вставка уже стала, блядь, пророческой. Мадам, здрасте. Унитаз по краси. С говенными фильмами час ощущается как два. На данный момент прошло 18 лет. И это только 20 минут фильма. Чем громче девушка смеется, тем дольше у нее не было секса. Слэээ! Читающий! Слээ, ты че такая дерьзкая? О, Тимоти включили! Этот фильм как психотронное оружие. Хех, продолжим. Смотри закон Паскаля. Хотя дайте мне еще пару минут. Неудачница хочет отомстить за унижение. Но вся вечеринка ополчается против нее. Неудачницу бросают в бассейн и в слоумо мерзко хохочут. Вы поверите об этом, уроды! После такого не удивляюсь количеству безбожников на земле. Увидев это зрелище, как в меня можно верить? Да, кто-то скажет, мол, не актриса виновата, режиссёр виноват, что заставлял кривляться. И за этим будет часть правды. Нет ничего плохого в кривляниях. Есть жмурки или, например, 33 квадратых метра. Но вот это... Оно же, сука, даже кривлянием не заслуживает называться. Это, блять, просто идиотизм. Ну и чтобы окончательно выбесить, авторы добавляют ещё одного персонажа. Персонажу, который высмеивает мистера Бина. Слышали? Актуалочка подъехала. Причём все почему-то называют этого персонажа психом. Хотя на деле он долбоёб. Ну и, естественно, куда же без блондинки. Ничего такая, тёлка. Ручь вздымается. Интересно. При написании всех шуток, связанных с женским полом, режиссёр дрочил сценаристу. При условии, что режиссёр и сценарист – это один и тот же человек, вполне возможно. Сам же фильм рассказывает про апокалипсис, который наши герои переживают, как умеют. Добро пожаловать, в синь колей! Скажка, что ли? Не, ну, эффекта – то ничего. БААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! Из-за случившегося апокалипсиса герои не расстраиваются. Ох сука, я расстраиваюсь! Меня от этого говна буквально троит нахуй! В общем, первым делом героя обносят магазины, угоняют грузовик с водкой, после чего едут бухать на площадь. Ложись! А мне уже надо раздеваться? Зачем? Ты же простудишься! И всё бы хорошо, но праздник всем решили испортить и местные рейдеры. О, да это же актёр из Бумера! Ну да, не повезло ему. Оказался не в то время, не в том месте вы. Казалось бы, сейчас герои словят маслин, а тачку их угонят. Но внезапно на помощь приходит Лара Крофт и завязывается перестрелка. Ну и для того, чтобы вы сопоставляли бюджеты с увиденным, вот примеры. СИГНАЛИЙ ШУМА Крепок КРТА Стоит сказать, что в очередной раз деньги Фонда Кино ушли в молоко. СИГНАЛИЙ ШУМА Но рейдеры и отвратительная постановка не главная проблема героев. Ведь на тропу войны выходит нечто с топором. И да, авторы не только взяли дизайн с обложки Resident Evil'а, они также взяли музыку из Мэдм Макса. — Нет больше бутылок! — А я говорил! Нужно больше бухла! Судя по твоему перформансу, как минимум на одну бутылку ты сел. Предвижу немой вопрос, почему ракета летела вперед, а взорвался кузов? Ребят, я этот фильм смотрю глазами, а взрывается жопа. Герои пытаются покинуть город, но это у них не выходит. — Я же говорила, что ж нас ведьма не звучит! — Внимание всем! Завелась банда сперматоксикозников, которые под видом типа съемок в кино затаскивают женщин к себе и заставляют трясти всяким. При захвате стрелять только по членам! Всем ясно? Выясняется, что город находится под неким куполом и свалить нельзя. Поэтому герои едут в лабораторию к математику, чтобы тот объяснил, что же происходит. — Нарисую. Начну с оси. — Талкивай, что сказал! Соси! Вы снимаетесь в фильме только не они. Это слово не должно вас удивлять. Естественно, схема похожа на член, ведь вы, блять, смотрите фильм, снятый третиклассником. Для третьеклассников, где пошлые шутки являются смешными не из-за обмана ожидания, или создания неловкой ситуации, а потому что, ха-ха, смотри, писька! — Так, сука, шлюхачный насос, блять, ненавижу, я ненавижу! Если они с таким же усердием продолжат корчить свои ёбла, видео точно сломается! — Мы никуда не идём! Там шибанутая баба с гранатомётом! Никакие-то чудеса! Мы остаёмся! Сидеть здесь! На жопе ровно! Герои разделяются. Мажор с блондинкой идут тусить в джакузи, остальная компашка отправляется на поиски тетрадки Батана, в которой написано, как исправить происходящий ад. И стоит сказать, что некоторые кадры фильма действительно показывают перспективу. Можно было снять добротный трэш. Или даже не трэш вовсе. Но потом мы возвращаемся к сценарию и... — Мы с ней просто рэпщик, послушаем. — Вы ебанули что ли? — А может быть ей массаж сделать? — Это... ...пространственный капкан. Вы... Барт. — Я не Барт. БААААРД! Я не БААААААРД! Когда они пришли за супергероями, я молчал, ведь я не люблю супергероев. Когда они пришли за комедией, я молчал, ведь я не люблю комедию. Когда они пришли за бардами, я ебанулся. Тем временем, рейдеры берут в заложники Тусу Мажора, Ботан же успевает забрать тетрадку, но вместе с друзьями-дегенератами нарывается на чудище с топором. Благо, появляется Лара Крофт. И есть она только ради этих сцен. Они забрали их ночью и отвезли в речной порт. Ой, забыла фразу, а что там дальше? Неважно! Жопоголи! Распоряди седло! Сверкни очком! Ладно, убит графический дизайнер. Туда ему и дорога. Нет, расследовать надо, неважно, насколько они нам противны. И это вопрос. Что противнее, графика или актерская игра? Это тот редкий случай, когда инфаркт не так уж и плохо. Лара Крофт тем временем тренирует героев. И если я скажу, что эта сцена нахер не нужная и дебильная, то что я скажу про остальной фильм? Как вы понимаете, будет драка. И просто для осознания бюджетов. Это просто ужасно. Злодейка же хочет взорвать бензин на местный ГЭС, дабы уничтожить город, который её столько мучил. — Ты как нас нашёл-то? — Я знаю эту игру, тихо! — Дебилы хотят вернуть всё обратно. Для этого нужно снизить мощность генератора, который питает метеорит. Но злодейка оказывается жива, и она внезапно повышает мощность, и поэтому герои оказываются в прошлом. — Опять живы! — Плывы! — Спири! — Это фактически невыносимо смотреть. Мне прям больно. Моя душа скукожилась до размера таланта авторов. — Слушай, дочь о дочу! — Аааай! — Девница! — Сегодня что? — День Нептуна! — То есть ты хочешь сказать, что она стала актрисой? А ты нет? С другой стороны, они только бездарности и снимают. Выясняется, что аномалия образовалась из-за того, что военные сбили метеорит, и метеорит попал в генератор. Поэтому герои срывают пуск ракеты, но метеорит всё равно приземляется. А поэтому линия времени меняется. Где мы? Вы в жопе? Ведь ни у кого из авторов не будет будущего в кино. И слава богу! Удивительно, как бездарно спустили 3 миллиона 600 тысяч долларов. Интересно, этот режиссёр смог бы сделать что-то ещё хуже? Это что ещё за хрен? Я вообще-то гей на передержке. На выборы вставай быстрее, чё? Да блин, и у тебя на режиссёра не получилось. И тут вы спросите, как фильм собрал 1 миллион долларов? Да что это с вами люди? Всё просто. Реклама в виде пародий на популярные шоу за авторством сатира. Какой длины у него член-то? Ух ты ж мать честная. И лживый трейлер с Буруновым, который обещал нам то, чего в фильме нет и в помине. Когда молчит человек, он кажется умнее. Но когда молчит долб***, он всё равно долб***. То есть истории, шуток, актёрской игры, безбашенности. Фильма, блядь! Этот фильм не должен был выходить. Он существует в вакууме. Отпечаток 2012 года, выпущенный недавно, представляет из себя актуальный юмор, образы и мысли, которые прошли проверку временем. Они были неактуальным говном тогда, таким же являются и сейчас. Мне кажется, авторы сами не понимали, что творили. В отличие от пиарщиков, которые фактическим обманом затащили людей в кинотеатры. И мне кажется, за такое нужно наказывать. Ведь они нас наказали своим фильмом! Интересно, сможет ли второй фильм обзора приблизиться к высокозаданной планке испанского стыда? Второй фильм обзора называется Пришелец. И его снимали не ради наживы, а ради искусства. И делала эта студия Союз Маринс Групп. Ребята, которые в хороших отношениях с РПЦ, МВД, с правительством страны. А у главы студии, что являлся режиссёром фильма, даже фоточка с Медведевым есть. Нет, это не Руслан Усачев. Это Александр Куликов. Он хорошо показал себя в отельном бизнесе, в сельском хозяйстве, в торговле металлами, в сфере торговых и бизнес-центров. Кроме этого, занимался пением и пел не где-то в ресторанах, он пел в Кремле с Михаилом Шафутинским. После чего обратил свой взор на кинематограф. И, к сожалению, он не дожил до премьеры своего фильма. Тем не менее, его киностудия завершила работу. Но не всё так просто. Чёртовы пиндосы опять поднасрали. Голливуд взял и всё украл у нашего сценариста. Может, помните, был такой фильм «Марсианин» некого Ридли Скотта? Так вот, это плагиат российского кино. Правда, суд никаких сходств не нашёл. Но суд могли купить, чтобы российское кино так и не поднялось с колен. Он один против всего Голливуда. Михаил Расходников оспаривает авторство «Марсианина». Ну что тут скажешь? Это временные трудности. Ведь, несмотря на года производства и несмотря на то, что голливудского «Марсианина» так и не получилось запретить в нашей стране, наш ответ вышел на экраны кинотеатров. Марс будет в ужасе. Фильм знакомит нас с главой ЦУПа Ковалёвым. Он контролирует высадку на Марс. И высадка не задалась. Корабль попал в бурю, графику которой украдёт Мэд Макс. Есть веское основание отложить посадку. Чёрт. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? В чём я снимаюсь? Прекратить снижение! Автоматическая стыковка не срабатывает. Это значит, что кому-то придётся остаться. Сураев. Я здесь, командир. За главку. Вы получите столько денег, сколько можно запихнуть в ваш открытый рот в этой сцене. Всем понятно? Геройского героя зовут Чапаев. И он героичен до слёз. Сань, ты не сможешь вернуться. Иначе мы все погибнем, командир. Мэд Макс ...ДА... Вы нас заливаете! Мы всей семьёй просто включили очень грустный фильм. Наш марсианин называется. А вы тоже смотрели, да?! Кусок графики падает на кусок графики. И да, это очередной плагиат. ID Software украли у нас движок. Новость о смерти Чапаева уже хотели рассказать репортерам, но внезапно... Мы зафиксировали сигнал. Стойте, стойте, сюда нельзя! Ну, тихо! Так, разойдитесь! Мне нужно нажать на кнопку пуска! Сука! Сука! Башу зальню. Тяжело-то. Так как сраный марсианин всё украл у нас, отечественные сценаристы решили не объяснять, зачем вообще нужны пуски на Марс. Зато министр в фильме объясняет, что Чапаева вернуть невозможно, потому что... Денег. Нет. Ковалёв отчаялся, но помощь приходит откуда не ждали. Меня зовут Роман Альбертович. Рэндольф. От медиамагната Бориса Моисеева. А президент в этом фильме Филипп Киркоров, да? Да. Именно так. Рэндольф предлагает сделать ТВ-шоу «Марсианин», с денег которого можно будет вернуть космонавта обратно. И сложность тут не в том, что какого-то хера всё решает глава ЦУПа, а не государство, которое отправило космонавт. Сложность в том, что Чапаев друг главы ЦУПа. И они не только вместе рыбачили, но и прошли ускоренные курсы фотошопа. Поэтому Ковалёв вынужден согласиться. И первым делом необходимо узнать, сколько вообще Чапаев способен продержаться на Марсе. Запас воды 30 месяцев. Еды и воды на 30 месяцев. Энергии на 13 месяцев. Ждать надо 13. Может тебе в столбик посчитать, блять? Я уверена, он выдержит. Он готов к самым тяжёлым условиям. Эй, приём! Я не выдержу этой чёртовой диеты! Тут можно жрать и пить в три горла! Пошли вы нахер! Кстати, помните фильм о Луна 2112? У него был бюджет меньше, чем у нашего марсианина. И он вышел на 10 лет раньше. Время относительно, ясно? А оно способно растягиваться и сжиматься, но оно не может идти вспять. Тогда что это? Что это? Вы хотите сказать, это робот? В современном фильме? Может быть что-то хуже? Подержи моё пиво. Какие же испытания предстоит вынести Russian-марсианину? Это не какая-то там нехватка еды, воды у нашего героя. Всё в разы страшнее. Ему нехуй делать! О боже, это ужасно. А развлекает он себя не созданием лаборатории, записью отчётов или просмотром сериалов. Нет, он, блять, щёлкает фонариком. Серьёзно? Просто фонарик? Что в нём особенного? А когда надоедает фонарик, наш космонавт, в отличие от американского дреща, качается. Потрясающе в аэромускулатуре, растяжке и всему остальному. И чтобы вы не задавали себе вопрос, а в чём сложность выживания, авторы внезапно врубают монтаж Бенни Хилла. О, здорово, браво! И если тупые пиндосы в экспедицию брали семена, которые должны были прижиться Семена, которыми я располагаю, несколько видов трав и папоротников. Это самые стойкие и легкорастущие растения на Земле. То отечественный Роскосмос в первую экспедицию на Марс отправляет растения, которые жрут насекомых. А чё мелочиться-то? Почему сразу трифидов не завезли? Чапаев, я Земля. Ответьте. А-а-а! Не надо! Отпусти! Малочка! Чувак, возьми! Отпусти! Не надо! И да, вишенкой на торте является то, что в нашем фильме есть Рубирот. Рубирот. Дорогие друзья! Какой от тебя одинаковый? Вы это видели? Сделать женщину счастливой легко, но дорого. Потрясающе! Это гениально! Теперь сраные французы с помощью машины времени воруют наши повадки, образ, поведение. Но они не смогли украсть стиль! You so fucking precious when you smile Также Люк Бессон соснул в дизайне автомобилей будущего. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Начинается трансляция шоу. Да, в начале изображение было говёным, но за кадром успели протянуть оптоволокно до Марса. В общем, шоу заходит всем, потому что... Герой настолько талантливый и харизматичный. Ну, похоже... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ещё и философ! Дядя Саша, а зачем мы живём? Наверное, для того, чтобы сделать что-то новое. А шутник какой? Скажите, коллега, а шизофрения пишется через ИИ или через БИИ? Облигация или Аблигация? Облигация. Чё? Согласно опросам общественного мнения, космонавт Чапаев, как и его соотечественник Юрий Гагарин, стал самым популярным человеком в мире. Да ладно, Гагарин. Если надо, я подвинусь. Но не всё так безоблачно. Из-за трансляции энергия кончается быстрее. Нужно делать что-то! Ну, а герой тем временем сталкивается с марсианской жизнью, которая представлена живым электричеством. Гагарин. Так. Кто вставил на монтаже запись моей первой реакции на этот фильм? Я слышу какие-то звуки. Это величайшие научные события. Мы не одни в этом мире. При просмотре российских фильмов, я Виторган. Чувак, блять! Робот, к слову, тоже фиксирует движение. Но на земле всем похуй, потому что сейчас бы просроченному Вале верить. Расскажи мне о тех звуках, которые ты слышишь. Ты говорил, что они похожи на музыку. На какую музыку? Малиновый звон, который вдохновляет, который... Если бы там были болезни, я бы сказала, что исцеляет. Чапаев тоже фиксирует доказательства существования внеземной жизни. Но на землю их категорически не отправляет. Может думает, что землю захватили белые? Вместо этого он сходит с ума. Просто сенсорный голод. Игра разума. Стоп. Остановись. Прошу тебя. Люди давно хотели попасть на нас. Я боюсь. Макс, мы тебя спасём! Ничего, Саша. Мой разум гибнет. После этого Чапаев нахер шлёт эфиры, ну а Рандольф теряет деньги. И чтобы исправить ситуацию, медиамагнат посылает в ЦУП людей, что делают Чапаеву предложение, от которого тот не может отказаться. И шоу преображается. Есть ли жизнь на Марсе? Это и есть мой марсианский друг. Маузер, мне кажется, вам не чужой. Не волнуйся Скайли, это мой. Я просто понять не могу, каким образом суд встал на сторону американского фильма «Марсианин». И не увидел здесь плагиата. Ну один в один же! Чапаев стайл. Чапаев стайл – это твой дурак. Фильм, который носит идеологию 60-х, 70-х годов, когда была очень популярна фантастика Артура Кларка, Лема. Так, стоп. Если это Лем и Кларк в кино-эквиваленте. Тогда что для вас космическая одиссея Кубрика? В свободное же время, Чапаев судя по всему пытается задавить марсианскую жизнь. Казалось бы, деньги на трансляциях собраны и можно уже вытаскивать Чапаева, а то он полуголый какую-то херню творит, но министр оказывается злодеем, увольняет главу ЦУПа, посылает нахер Рандольфа и баллотируется в президенты, а Чапаева он использует для пиара. Мне с Марса виднее. А вот казачество-то, кого поддерживает на этих выборах? Казачество позиция принципиальная. Казаки за того, кто победит. Медиамагнат Рандольф происходящим недоволен, а поэтому посылает спецназ для задержания кандидатов в президенты? Что это, блять, за мир такой? Просто задумайтесь, насколько-то всратые кадры, что даже композиция «О, Фортуна» не помогает. Она же всё эпичным делает! Внезапно оказывается, что никакого предложения Чапаеву не было. Когда тот сошёл с ума, его просто заменили на актёра с земли. И Рандольф этот обман раскрывает. Стоп! 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 Я сказал! Мне приходится доказывать, что я автор. Кандидатов в президенты задерживают, ну а телеканалы говорят, что высадки на Марс не было. А всё показанное – дешёвая постановка. Не такая дешёвая, как сам фильм, но всё ещё дешёвая. Чапаев оплёван. С чем не может согласиться Ковалёв, который приходит в ЦУП навести порядок? Ваш пропуск недействителен. А чё, только Ляму Ниссону можно в заложнице? Наши тоже способны обезоружить спецназ. С помощью десяти монтажных склеек. Раненый Ковалёв добирается до видеосвязи и видит перед собой перерождённого после встречи с инопланетянами Чапаева. Друг сообщает Чапаеву, что никто в него не верит. Чапаева теперь, как и высадки на Марс, для всех не существует, потому что... Земля плоская. Нет, потому что трансляция была фальшивой. Значит, не было ни модуля, ни высадки на Марс. Если бы ты мог дать нам знак или... ЧЕВРА, БЛЯТЬ! Типа с помощью современных телескопов или какого-нибудь нового Кьюрёсити, никто не может определить, существует ли модуль на Марсе. Поэтому Чапаеву нужно что-то сделать, чтобы в этих же телескопах земляне разглядели модуль. Я тебя не вижу! Танцуй! 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 Давай! Во! Во! Вроде проявляешься! Из-за возгорания пердака Чапаева, ой, в смысле из-за того, что в модуле закончилась энергия, происходит взрыв. Спасибо ребятам из Самсунга за разработку модуля. И это является прямым свидетельством того, что космонавт Чапаев всё-таки был на Марсе. Ведь до этого всеми считалось, что эта штука на Марсе огромный межгалактический бублик. Да. Тем временем Чапаев в скафандре доходит до горы, где инопланетная сущность Чапаева и развоплощает. И кто, если не мы сможем изменить эту жизнь? И можем ли мы сказать ей, этой вселенной я есть? Мой фильм, несмотря на то, что был снят в двенадцатом году и смонтирован, но в тринадцатом вышел, он до сих пор не вышел. Скажу очевидное. Фильм в целом не вышел. Это какой-то бессвязный поток мыслей. Как Чапаев доказал, что он есть? Он услышал инопланетный голос? Так это инопланетяне с ним связались? Он взорвал станцию? Так это на станции энергия закончилась? Да, есть сцена после взрыва модуля, где Чапаев отправляет некое сообщение с помощью мурсианского вай-фая и выбрасывает планшет, но... Что это за сообщение? Как оно отправилось, если модуль взорвался? В чем смысл происходящего? Единственное, что понятно во всем фильме, это то, что персонаж Бориса Моисеева никогда не показывает свое лицо. А это отсылка к Блофельду. Джеймс Бонд. Иди отсюда, пидор грязный. Что же по итогу? Фильм более философский, как более фильм для... Знаешь, такой Солярис, современный, только более топовой, более... Ну как... Опять же, более... Такой современный, более интересный, более зрелищный, что ли. Солярис? Ну, окей. Автор не дожил до премьеры. Возможно, в задумке так и предполагалось. Но по итогу-то... О чем все это? Творческая группа считает свой фильм посланием к землянам, потому что с Марса проблемы человечества видны особенно отчетливо. Ясно. Пошел я нахуй. Пришелец, как и фильм Только не они, очередное доказательство того, что не важны бюджеты, важна внятная идея и внятный сценарий. После двух настолько отвратительных фильмов, третий-то точно будет лучше. Да, Вить? Пожалуйста. Ой, да в пизду. Вообще ведь про мост-то еще же никто ничего не снял. Он первый. Братья Люмьер, подвиньтесь со своим поездом. Тут фильм про мост. Режиссером фильма выступил Тигран Киосаян, автор забавных российских фильмов «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый». Сценаристом же является жена режиссера Маргарита Симонян, у которой, будем честными, только одна достойная комедия. Вы поехали в Сосбери посмотреть на часы. Там есть знаменитый, знаменитый собор. Эта группа уже работала вместе над сериалом про олимпийскую стройку в Сочи. Ну а следом они же сделали фильм про строительство крымского моста. Может, проще скрытые видеокамеры на стройке поставить, чем платить многомиллионные бюджеты на полнометражные видеоотчеты? Блядь, так тоже не работает. Спасибо министру культуры Владимиру Ростиславовичу Мединскому за то, что мы теперь в точности можем узнать, сколько денег было потрачено. На фильм «Крымский мост» выделили 100 миллионов рублей на безвозвратной основе. И если раньше были хоть какие-то конкурсы для выдачи денег, например, необходимо было первым сесть на стул, или попасть ручкой в бутылку, чтобы получить государственное финансирование, то «Крымскому мосту» деньги дали без какого-либо конкурса. Видимо, потому что в фильме есть упоминание Крыма. Алло, хочу снять криминальное чтиво. Да, уже поступили. Спасибо. О чём же сам фильм? 45-й год. Мальчик, который потерял родителей вследствие депортации крымских татар советской властью, Значит, так надо было. дорожит безымянной девочкой, в которую вроде как влюблён. Если мы потеряемся, как моя семья, то каждый год будем встречаться именно здесь, на нашем мосту. Почему не на Красной площади? Ах да, там же уже занято. Подобным же сюжетным поворотом. Это уже всё. Это приговор. Беспокойство пацана было неспроста. Подружка исчезает. Не надо тебе Райу искать. Её с отцом увезли. Кто у нас? Кто? Кто всех увозит? Яндекс.Такси? Хотя, судя по чёрному воронку, увезли частники. Увезли, естественно, всю семью. Ведь Керченский мост порушила льдом. Кто мост строил? Папка, Райу, вот и увезли. Значит, так надо было. А больше вам? Мне и не надо. Я всё равно её найду. Вовгики поищи. На актёрском вроде пряталась. Нас переносят в современность, где идут работы по строительству моста. И нас знакомят с одним из героев. Welcome to the Krimsky Bridge. Welcome to the Krimsky Bridge. The biggest bridge in Russia. Я его душу мотал. Ой, бля-э-э-э-э-э. Я рот ебал этот низкий уровень пародии. Ну и кому ты нужен в Голливуде, такой тупой олень? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! И я ничего не имею против шуток на любые темы. Тема раз – окей, но это же не шутка. Сравните, например, вот это. А вы по каким делам в столице? На фестиваль едем. Чучмеков России. Ну да. В Москве много всяких фестивалей проходят. И вот это. Ты ж по-английски не говоришь, олень. Ты и по-русски-то ни хрена не говоришь. И уже скажите вслух, хватит кормить кааааа... кино. Фонд кино. К слову, привыкайте. Весь юмор в фильме именно такой. Ну ещё есть тема ебли, конечно же. Сгоняю за винищем. Приколай его к архитёлкам. Че ура, блядь? Приколай его к архитёлкам. А-а-а-а! Приколай его к архитёлкам. Мне одного слова не разберёшь. Тебе и к логопету ещё надо идти, блэ. Состолблю самую красивую и отчекань ее под красивым звёздным небом. Пап, а что значит отчеканить? Это значит выебать, сынок. Авторы имеют в виду именно это. А вино зачем? Ну, чтоб по пьяни. Потому что по трезвянке никто не даёт. Замечательный фильм «Как прогулять школу с пользой» в российском прокате приезжали до рейтинга 16+, пока не была вырезана сцена, в которой осуждалось распитие алкоголя. Прекрасный мультфильм «Тайна Коко» получил 12+. «Красавица и чудовище» за упоминание геев получил 16+. Отечественный фильм «Крымский мост» получил 13+. Сука. Гном, сука. Ты чё, вообще тупой олень? Ну чё, лохи? Сука, самолёт. Хер его знает, чего боится. Ты такой тупой олень. Справедливый, сука, рейтинг. Сказал, что залетела? Сказала. Ну и чё он? Сказал, что с Маринкой спал. И ещё с этой твоей гений. Эти пёшущиеся на пропалую девушки, ещё и археологи. Судя по всему, пытаются раскопать доказательства древности своей профессии. Но сейчас не до раскопок. Ведь надо отомстить за траханую подругу. И берётся за это главный женский персонаж фильма. Варя. Слышь, козёл, тебе трубку копытами держать удобно? Архитёка? Она в залёте, а ты в пролёте. Она родит будущего президента Российской Федерации, ты так и сдохнешь баклажаном. Понял меня? Не думаю, что ребёнок доживёт. Вот стать отцом ребёнка, отца ребёнка, который станет президентом Российской Федерации, ну вот это вполне реалистично. Завтра вся Кирч и Томань будут знать, что твой болт в огромных бородавках. Заметьте, болт натурал. Нормального, значит, члена общества. Именно за сердце Вари будет биться лучший строитель крымского моста Дима и только что приехавший пиарщик из Москвы. А, ну ещё в фильме есть Стоянов. Если где-то на стройке какой-то пи... Ну, перди монокль. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. Кроме этого, прям на стройке рыбачит какой-то старик, что не нравится москвичу. Ты мразь! Ты мразь за кого? Ты! Не позорь Татарстан, мразь! Отдам твой телефон проверять таких, как ты надо. А потом они в ИГИЛ всплывают. Запрещенные в России организации. Старик этот, тот самый крымский татарин из начала фильма. Что мир на дыры? Уж если кто крутит, тот ещё, так а ты! Он до сих пор ждёт свою возлюбленную. Хотя у него есть внучка, видимо, невозлюбленной. Кроме этого, он оправдывает Сталина, а также рыбачит. И волею судеб знакомится с либералом, журналистом и маминкиным сынком Тихоном. Фак. У Тихона разрядился телефон, и он попросил позвонить. Благодарю вас. Если бы актёр был таким же нетерпящим заразы, как и его персонаж, после съёмок в этом фильме он бы захотел принять ванну. С хлоркой. Ну или с кислотой. Тихон прибыл в Крым, чтобы написать статью про самый первый мост, который когда-то разрушился. И он сразу же идёт на рынок, чтобы снять местных аборигенов. Бычочек обалденный, даю понюхать. Как можно снимать видео на телефон, в котором нет заряда? Ну а как можно снимать фильм, когда нет сценария? Как вы видите, очень просто. Именно на рынке Тихон решает вбросить местным свои взгляды. И дальше юмор, который не относится к политике, продолжает. Я думал, моя жизнь – это трагедия. А потом я попал в фильм Маргариты Симоньян. Кто тебя вообще в Крым пустил? Позволь, как хоклятская. Остановитесь. Дима берёт Тихона на поруки, ну и плывёт выбирать себе девушку. Ох же ты гремыка. Тебя на арбузах так расчёвать шло? Он очень клёвый. Краски. А-а-а, юмор. Як бы не пидарахнуться ведь смеху. Шоколад. Шоколад я люблю. Волосы что-нибудь щипывать? Лосатый шоколад – это перебор. Пожалуйста, не надо считать, что этот фильм снимали для того, чтобы унизить определенную группу людей. Этот фильм унижает всё человечество своим существованием. А это спорт такой? Трахнуть самую красивую из каждого заезда. Против винища Дамир Надыровича ещё ни одна архитёлка не устояла. А ты Клофелин пробовал? В итоге Дима таки заприметил промежность в Аре и захотел, согласно рейтингу фильма, 13+. Трахнуть её в позе... Ананда Баласана. Вот это моя любимая поза йоги. Подрочи вот это, гурналист! Но все планы внезапно рушит москалик, который ведёт себя воспитанно, но не по отношению к быдлону Диме. О, главный по пердемоноклям. Рон, я не могу остановиться, Рон! Суньте карандаш ему в зубы. Униженный страшным словом пердемонокль, Дима выбрасывает бычок сигареты, и это надо запомнить. Ведь спустя 10 минут хронометража, после других событий, других персонажей, и спустя несколько часов времени в самом фильме, ночью, когда вы уже забыли про этот бычок, внезапно он вызывает пожар. С другой стороны, могли бы пожар в сцену после титров засунуть, как будто кому-то не похуй. На всякий случай, премьера на ТВ состоялась в День России в 13.00. Девки, горим! Не, ну значит, это же не истинская пропаганда, да, Голливуда. Это отечественные сиськи, на которые не грех попялиться и по федеральному каналу, даже в час дня. Ну сиськи же нормальные мужики. Ты против сисьек что-то? Ты жабу долбишься, да? Ты есть что ли? Пидор, да? В программе умники и умницы на конечную дорогу, значит, встал. Так как героини столкнулись с пожаром, у которого много мест возгорания, будто там курил не Дима, а Чичичон, Красткоул и мой дед в одном лице, героини сами справиться не могут, и надо звонить Москалику. Один минус. Если вы про это гламурящие состройки, то такие меня еще со старших классов убешивали. От них, наверное, даже не воняет. А если замуж выйти, тогда он по пьяни бить не будет. Ну не пиздец ли? Я весь фильм пытался понять, чем же он плох, но так и не понял. При том, что именно он спасает героини и их работу. Как насчет принца верхом на пожарной машине? Если бы приехал мой быдлан, он бы потушил по-пионерски. Есть тут линия мужика, которого бросила жена, и поэтому он ненавидит женщин, но так как все персонажи фильма их ненавидят, я лучше расскажу про Берека. Он хочет свалить из сраны Рашки, потому что... Потрачить не хочу, барыги не хочу, бандиты не хочу. Что остается? Госдеп. Только Голливуд. План прост. Цепануть девушку из американских репортеров, что приехали снимать промост, отженить ее и свалить из страны. Подвези красавицу. Эй, жирная? А так, для съемок фильма «Крым» нам нужны полные актеры. А зачем? Чтобы называть их жирными, конечно же. Подвезите человека. Человека подвез бы, а бабье не вожу. Легкие, летние, никак не могла вспомнить третье слово, думаю, какой, какой, какой. И тут идет Дмитрий Сергеевич Песков, говорит, добрый. Я говорю, точно. И естественно, это жирное бабье внезапно перестает быть таким, потому что... Американке тоже интересно, ведь Берик знает английский. Проблема в одном. У Берика есть девушка. Предложить вам поработать нашим гидом. Берик, ты можешь починить? Что? Что? Что ты его имя? Я имя Берик. Бернард по паспорту. Я бы еще по почкам суданул. Статью-то декриминализировали. Главное не переборщить. Да? Да? Ой. Ой, еба. В общем, когда нынешняя девушка придушена, осталось самое малое. Найти общие темы для общения с американкой. А ты расскажи, какое у тебя в республике поголовье баранов. Ай, поголовно. Хо, бля! Когда в таком сраном дерьмище делают референсы к великому кино... Один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой было. Боль. Дима же продолжает приударять заварию. Сводил ее в ресторан, а теперь купает ее в Крыму с дельфинами. Где научился? Моссад, израильская разведка, слышала? Троллиж. Лично я часто очень встречаю фразу «Не корми тролля». Троллиж. Вы понимаете, что фильм про Крымский мост использует слово «троллинг». Это какой-то пост-троллинг. Мета-троллинг. Говнище словом. Тем не менее, борьба за сердце Варя продолжается. И пока Дима дарит медведей, Москаль дарит череп 6 века. Нереально. Страшно представить, что бы ты ей подарил, если бы она была проктологом. Архи-телка. Она такая телка. Еще этот фраерок, гастролер московский. Мы приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Здесь есть люди, которые стали реальными прототипами. Чисто про нас показали. Зачем? Тем временем, Берег изо всех сил пытается соблазнить американку. На этот раз песней. Любовь зажигается во всех сердцах. Даже у Тихона получается с внучкой Дамир Надырыча. И на радостях герои отправляются купаться в грязюке. Ведь грязи от самого фильма нам, сука, мало. Ворон, что неизменно моло, где выплывают на берег каждый, и неважно, седенцы. А давайте рассказывать самые страшные истории в своей жизни. Расскажи, расскажи, как ты жнился. Папьяни фотку показали, тачку посадили, в ЗАГС привезли, все, твоя. Она бухая, ее тоже развели. И пришли смотреть кино. Важное, хорошее, своевременное. И мы надеемся, что оно действительно будет очень качественным и веселым. Но если бы они в истории Димы эту пьяную женщину прямо в ЗАГСе всей толпой пьяной и изнасиловали, тогда да. А сейчас что-то пока не весело. Тем временем, москвич обхаживает американских журналистов. И вместе с Димой летит снимать Крымский мост. Но внезапно пилоту становится дурно от сюжета, и он решает отказаться от участия в фильме. Чем ставит под угрозу жизни героев. Давай, говна, кустом. Лети уже. Это всегда помогает. Еще место для посадки. А куда ж ты его посадишь, Дим? На Крымский мост! Да, очень круто. Героический поступок Димы открывает перед ним все двери, и он торжественно пердолит тварью на пляже. Чтобы через года вспоминать про этот момент, доставая песок из разных мест. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Берег же тем временем присматривает кольцо американке. Зачем вообще тебе жениться с этой жирной, нерусской? Вот, женись с моей ашхель. Твоя ашхель тоже жирная. Зато она русская. Вы поняли, да? Это обман ожидания. Армянин говорит, что у него дочь русская, а она на деле армянка. Бац! Нет? Не смешно? Нет, но она толстая, да? Вы поняли? Жирная! Ха-ха! Ну а как же девушка, с которой он в отношениях, спросите вы? Ну та, придушенная. Давай золотые купола. За пацанов, которые сидят ни за что. Ее, как вы понимаете, в рай без доклада пустят. Она тоже теперь встретила свою любовь. Полицейского. Все пары счастливы. И лишь Дамир в ожидании своей возлюбленной смотрит на ютьюбе аналог Соловьева. Очень умный этот парень. Умный и порядочный. Вы ждали чего? Благочестия? Хорошего вкуса? Тонкого, непритязательного юмора? После Соловьева включается следующий ролик. Оказывается, Тихон незаметно подписал негодование Дамира. И выложил в интернет под названием Лол Кек Азаза. Это что такое? Мой ютьюб канал. Знаю, что с ним встречаешься. Прокляну. Я еще на канале рэп-клипы выпускаю. Кроме этого, выясняется, что журношлюшка записывал в крысу вообще всех. Против винища Дамир Надыровича еще ни одна архителка не устояла. Чао, персик. Дозревай. Ни один лишь берег не обламывается. Бля, кого бы еще раздеть? Постоянного, что ли? Да похуй. Сам раздернуешь. Тем временем строительство моста подходит к концу И, естественно, всё не могло пройти гладко «Мужики! Музики, спасите! У меня четыре рта» Четыре рта? Держи! И если вы спросите, почему персонажи тупо пялиться на висящего коллегу, а не затаскивают его обратно Всё просто «Нам нужен герой!» «Нам нужен герой!» «Я тебе запрещаю!» Дима, не жалея живота своего, спасает нерадивого рабочего, но каким-то образом получает травму головы. Ты что, ударился об тупость сценария? Из-за ушиба головы Дима теряет память, или прикидывается, что теряет, какая разница? И обиженную Варю видит якобы как бывшую жену, предлагая развод. С чего вдруг? Я влюбился, Настя. В кого? Вархитёлку. Это один из самых романтичных фильмов, что я видел. Ну, после того фильма, где герой влюблялся в архишлюху и вархиблядь. Берек же продает свой дом, чтобы вместе с американцами свалить из России. Покупатель, бей! Сейчас идет, опоздала немножко. Это что, баба? Женщина, да? У бабы откуда бабки? Может, она борщи продает? Этой бабы и оказывается американка, которая хочет остаться жить в Крыму. И ты никогда отсюда не уедешь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Тихон же, чтобы восстановить отношения с внучкой Дамира, выискивает ту самую девочку с моста, которая обещала встречаться. И с года в год клала на свое обещание, потому что, ну, как бы мост сломался. А вот сейчас решает исполнить обещание, потому что, ну, мост построили. Как ты постарела, Рая. Наверное, тебя кто-то сглазил. По-моему, подкатывается словами «Рая от тебя говной воняет» имеет больше шансов на успех, чем это. Все влюбленные фильмы счастливы и встретились на мосту. И только москвич, который в фильме никому ничего плохого не сделал и лишь хотел, чтобы американцы сняли нормальный репортаж про Россию. Лох! Пидор! Потому что он пролетел вообще по всем фронтам. Ведь Варя трахается с другим. Американцы сказали, что Крымский мост говно, а следовательно, герой просрал свою работу. Я сейчас в Батслану пошлю. Там же ни одного белого человека нет. Слушай, а может со мной поедем, а? Ну, а че мне уже? Поехали. Это точно вышло в этом веке? Это же полный пиздец! Кинопоказ здесь впервые. Премьеру раз 10 прерывали оглушительными аплодисментами и еще чаще смеялись. Значит, если вы на это 100 миллионов безвозвратно выделили, ахахаха! Чтобы подвести итоги, надо в очередной раз обратиться к стоимости фильма. По информации СМИ, общий бюджет проекта составил 300 миллионов рублей. И если в России за куда меньше деньги снимается вот такое кино, хочется задать вопрос. Где деньги, Лебовский? За эти же деньги, например, Шамиров мог бы снять более 15 фильмов, подобных со мной, вот что происходит. Добрых, душевных, обаятельных, про настоящих людей. А что, блядь, получили мы? Ненависть, шовинизм, расизм, без капли юмора. Для меня это не просто кино, а для меня это продолжение, реализация той идеи, которая была озвучена, в нее никто не верил, на Западе. Она реализована, и люди получили действительно фантастически реализованный проект. Здесь все. Здесь и реализация мечты, здесь и новые технологии. Научные исследования, планета Каши, рейтрейсинг, в конце концов. Что за бред? И если первый фильм, согласно трейлерам, пытались снять, как бы, для любителей комиксов, второй фильм для самого режиссера, то фильм «Крымский мост» для кого? Этот фильм для тех, кто хочет жить. И это факт. Но вот после просмотра, нахуй так жить. Всего плохого. Что дальше? Уже есть какие-то планы на будущее? Это военная драма, события, происшедшие в Сирии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова